Здравствуйте! Нам дана столбчатая диаграмма результатов семестрового и выпускного экзаменов. На вертикальной оси отложены баллы. И каждая из пар вот этих столбцов представляет количество баллов, которые набрал данный студент. Голубым цветом показано количество баллов за промежуточный экзамен. Желтым цветом изображено количество баллов, которое было набрано на выпускном экзамене. Голубым обозначен семестровый экзамен, желтым – выпускной. С диаграммой разобрались. Перейдем к вопросам. В первом вопросе нас спрашивают, чему равна медиана значение результатов выпускного экзамена. Медиана – это значение, которое находится посредине ранжированного ряда. Нам нужно записать все значения результатов выпускных экзаменов по возрастанию и определить, чему равняется значение, находящееся посредине. Посмотрим на баллы выпускного экзамена. Запишу. Баллы. Игнат набрал 100 баллов на выпускном экзамене. Желтым цветом изображено количество баллов, которое было набрано на выпускном экзамене. Игнат набрал 100 баллов. Евгения тоже набрала 100 баллов на выпускном экзамене. Похоже, что это был очень легкий экзамен. Дмитрий тоже получил 100 баллов на выпускном экзамене. Жанна получила 75 баллов. И Владимир получил 80 баллов. Нам нужно упорядочить эти значения. Запишем их в порядке возрастания. 75 баллов, 80 баллов, 100, 100 и 100 баллов. У нас 5 значений. Нам нужно то, которое находится посредине. Если бы у нас было четное количество значений, мы бы взяли среднее арифметическое двух центральных значений. Мы записали значения по возрастанию, и четко видно, что значение, которое стоит посредине, это 100. Так что медиана значений результатов выпускного экзамена равна 100. У нас много значений, равных 100. И получилось так, что медиана равна 100. Чему равна полусумма крайних значений результатов семестрового экзамена? Полусумма крайних значений – это среднее арифметическое наибольшего и наименьшего значения выборки. Давайте это посчитаем. Найдем среднее наибольшего и наименьшего значения результатов семестрового экзамена. Полусумма крайних значений. Наивысшая оценка за семестровый экзамен. Ищем самый высокий столбик голубого цвета. Наибольшее значение равно 100. Самая низкая оценка за семестровый экзамен – это значение 60. Плюс 60. А полусумма этих значений будет их средним арифметическим. 100 плюс 60 делить на 2 – это 160 делить на 2, а это равно 80. Полусумма крайних значений результатов семестрового экзамена равна 80. Чему равно среднее арифметическое результаты выпускного экзамена? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно найти сумму всех результатов и разделить ее на количество оценок. Итак, 100 плюс 100 плюс 100 плюс 75 и плюс 80. И разделив это все на 5, мы получим среднее арифметическое результатов выпускного экзамена. Именно это у нас просят найти в третьем задании. И это будет 300 плюс 75 плюс 80. А это 455 делить на 5. И это будет равно… 45 делить на 5 – это 9. 5 делить на 5 – это 1. Это равно 91. Мы определили, что среднее арифметическое результатов выпускного экзамена равно 91. Далее нам нужно найти моду значений выпускного экзамена. Мода – это величина, которая встречается наиболее часто. Мы уже выписали все значения и результаты выпускного экзамена. И мы видим, что наиболее часто встречается значение 100. 100 встречается 3 раза. 75 встречается 1 раз, и 80 тоже 1 раз. Мода результатов выпускного экзамена 100. Эта величина встречается 3 раза. И нам осталось найти размах результатов семестрового экзамена. Размах – это разность между наибольшим и наименьшим значением. Наибольшее значение мы уже нашли. Это наивысший результат по семестровому экзамену. Наибольшее значение – 100. И от наибольшего значения мы вычитаем наименьшее, то есть 60. Размах равняется 40. Полусумма крайних значений – это среднее арифметическое наибольшего и наименьшего значения выборки, Размах – это их разница. Запишу, что размах результатов семестрового экзамена равняется 40. На этом все. До скорых встреч!